Заслуживает внимание решение задачи диспансеризации на базе электронно-вычислительной техники промышленного предприятия. Медико-санитарная часть Запорожского производственного объединения «Моторостроитель». Наша медико-санитарная часть в условиях ежегодной диспансеризации всех работающих работает в шестой год. В основу деятельности медицинского учреждения сейчас сложится стройная активная система наблюдения и оздоровления. То есть каждый работающий на предприятии ежегодно проходит углубленный профилактический осмотр с функциональными лабораторными исследованиями и обязательное лечение в течение года, если у него имеется заболевание или предрасположенность к заболеванию. Важнейшая проблема – разработка внедрения автоматизированной системы ежегодной диспансеризации. Главное в разработке – четко поставить перед инженером и в отце задачи и знать, что ты хочешь получить от ЭВМ. В данной системе весь непроизводительный труд лёг на плечи машины. Машина осуществляет вызов на осмотр, контроль за обследованием и лечением, разбивку контингента на отдельные группы, информирует начальников цехов и медсанитарной часть о прохождении осмотров и лечения, осуществляет связь с отделом кадров и, наконец, с помощью ЭВМ создан на каждого работающего медицинский банк данных. Возможность заниматься только прямой профессиональной работой позволила медицинским работникам резко повысить эффективность своего труда. Причём весь комплекс профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий они охватывают при том же штатном расписании. Постоянная связь медико-санитарной части с вычислительным центром, всеми подразделениями предприятий, чёткое распределение функций между ними, делают автоматизированную систему диспансеризации жизнестойкой и эффективной. Трудовые потери из-за временной нетрудоспособности в объединении ощутимо снизились. Цель 19, табельный 10-11. Николай Криктор Фёдорович, 17 мая 1985 года. Самочувствие больного улучшилось. Боли в ирегастральной области уменьшились. Беспокоят чаще после погрешности диеты. А также периодически беспокоят поташнивание и сжога. Объективно, кожные покровы и, видимо, слизистые обычные окраски. В лёгких перкуторно-легочной скук, а ускорбитативно дыхание визикулярных гипов нет. Частота дыхания 16. Граница относительно сердечной тупости предел их нормы. Дети на сердце ритмичны, тоны звучны, шума, акцентов нет. Поль 74. В настоящий период времени вряд ли у кого-либо возникает сомнение в том, что организация охраны здоровья трудящихся – это объёмный комплекс социальных мер. И только самые недальневидные руководители предприятий недооценивают тот колоссальный резерв трудовых ресурсов, тот экономический и социальный результат, который таит в себе понятие улучшения медицинской помощи. Прошло 5,5 лет с момента внедрения данной системы в практическую деятельность, и мы можем с гордостью заявить о том, что она оказалась жизнеспособной и обеспечивает все предъявляемые ей требования. Мне хотелось добавить, что непременной спутнице данной системы должна явиться система обеспечения здорового образа жизни. Продолжение следует... Когда ты первый на ОКОМ здравоохранения, Николай Александрович Семашко сказал, профилактику надо понимать не как узковедомственную задачу органов здравоохранения, а широко и глубоко, как заботу советского государства об укреплении здоровья советского народа. Эти слова сегодня звучат особенно актуально. Субтитры создавал DimaTorzok